Вопросы добычи газа «Газпромом» в целом и на отдельных месторождениях. Его сбыт, принципы реализации крупных проектов и готовность к транспортировке СПГ были в центре внимания первой из серии пресс-конференций, которая предшествует ежегодному собранию акционеров компании. В ней приняли участие зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, член правления компании Всеволод Черепанов. В приветственном слове к журналистам Виталий Маркелов обозначил главные итоги работы «Газпрома». «Газпром» по всем направлениям своей, будем говорить, работы является, соответственно, лидером. И вкупе, сложив все показатели, конечно, компания стала компанией номер один. Причем нас оценили, будем говорить, все-таки рейтинги агентства. Это не «Газпром» сам себя оценивает. Это благодаря тому, что мы имеем очень хорошие показатели в добыче, чем больше всего газа добываем в мире, больше всего газа экспортируем в мире, у нас самая протяженная газотранспортная система в мире. Виталий Маркелов отметил, что прошедшая зима была непростой и на целый месяц длиннее прошлой. Тем не менее «Газпром» выполнил все обязательства по поставкам газа как российским, так и зарубежным потребителям, не отключив ни одного из них. «Газпром» дал столько газа и российским потребителям, и зарубежным потребителям, сколько они просили. Обеспечив, я хочу сказать, рекордные поставки газа за рубеж, цифра 193,4 миллиона в сутки, я хочу сказать, она тоже вам известна, значит, которую мы достигли, я хочу сказать, 2 марта. Компания доказала, что может гибко реагировать на все потребности в газе и на изменения его спроса. По словам зампреда, объем добычи газа «Газпрома» в 2018 году должен быть выше. Газу добавит Баваненковское месторождение. Действительно, Баваненковское месторождение является на сегодняшний день самым перспективным в портфеле «Газпрома», и мы, соответственно, наращиваем мощность по добыче газа на Баваненковском месторождении. Мы имеем мощность по добыче на сегодняшний день 90 миллиардов кубических метров газа в год с помощью двух ГП, ГП-1 и ГП-2, которые у нас на сегодняшний день выведены на полную мощность. В этом году, в конце года, мы запускаем ГП-3 и выводим наше месторождение, соответственно, на новый пик плюс 30 миллиардов к 2023 году на полное развитие, где, так сказать, получается, у нас 115 миллиардов добычи будет в год на Баваненковском месторождении. В сутки мы добывали максимум, мы еще работали в эту зиму в объеме 164 миллиона в сутки, значит, мы должны выйти на 315 миллионов суточные, так сказать, к следующей зиме. Значит, спуском, соответственно, ГП-3. Продолжение следует... Продолжение следует...